Так, сегодня у нас 27 мая, я продолжаю общение с моим земляком Сумской области, Украина. Вот, повторяю, что мы все садоводы-братья, это раз, и по первую серию фильма нашего общего я назвал «Персик Хасанский не знает границ». Теперь посмотрите, как он границы преодолевает. Внимание, внимание на экран. Смотрите, косточки собраны были 2 марта, то есть почти весной, не без моего влияния. Вот, не без моего влияния. Вот теперь они через неделю в холодильнике. А почему я говорю, что я это с грустью смотрю, вы поймете позже. Здравствуйте, Валерий Константинович. Вот косточки, которые собрал Миня, держу в холодильнике. Мина – это наша общая, теперь уже общая подруга. Она живет в Канаде. Вот. А это его работа, кстати, по-моему, это единственное, что не затронуло болезнь кучерявости. Вот. Я слово «болезнь» беру в кавычки, но это отдельный разговор. Это то, что он тоже собрал в течение зимы и порастил тут же 40 дней после схода. Мина сейчас в Израиле. Вот я волнуюсь. И за вашу посылку получила, нет. И за косточки готовь. Ну что, мы оба не стали мелочиться, и теперь мои семена самые ценные, какие есть, тоже в Канаде. Поехали не задать окружным путем через Израиль. Ну что делать, такая жизнь. Вот. Можно ли считать наш поступок неэтичным, нелогичным все-таки? И уже вариант украинский моего песенского и мои семена, шикарнейшие абрикосы и прочее попали в Канаду. Может, это не патриотично? Самые не патриотичные люди, я считаю, это наши ученые-братья и чиновники. Они не хотят, чтобы у нас были сады. Они не лезут в это дело. Они не лезут в то, что рынок полностью набит южными саженцами, которые умирают по принципу миллион из миллиона. Миллиарды денег выкачиваются, добровольно отдаются, потому что обман дичайший. Сейчас, оказывается, уже Казахстан покупает российские саженцы, вранье. Вот. Сибиряки покупают, алтайские. Ага, сейчас. Вот. На машине написано «Киргизия». Вот. Знаки киргизские и так далее. Это все нам не надо. Вот. Якобы России не надо. Просто там, где надо, посты занимают люди, совершенно непригодные к этой должности. Я говорю, это с большой-большой горечью. Вот. Поэтому мы едим импортные отравы. 40 обработок за лето. Сорые трескаются Хасанского, что у меня в холодильнике. Наверное, не получится в этом сезоне отправить, потому что они уже наклевываются. Не говоря про те разбитые ядришки, которые постоянно высаживаем. Так. Ладно. Кое-что пропустим. Вот в этом ролике один из земляков нашего Варьера Александровича, да, и получается, значит, мой земляк, значит, долго упорно рассказывает про персики. А теперь смотрите, что, как на это среагировал наш друг, мой друг, мой земляк, Валерий Александрович, в Сумской области. Внимание! Здравствуйте, Валерий Константинович. Не могу не поделиться этим видео. Вы уж очень не волнуйтесь. Это тот фермер, которому я продал 5 или 6 килограмм смешанного, ну, 3 килограмма Хасанского, 3 манжурского и раконемецкий персик. И вы представляете, все... Значит, али вы, представьте себе, что он почти забесплатно продал килограммы косточек, килограммы, почти забесплатно. Вот. Представляете масштабы, которые у Валерия Александровича. Все ваши видео я ему скину, все данные я ему скину, и он, свинья, его называет примоцкий и уже раскручивает, раскручивает и хочет заработать в будущем на этом примоцком персике. Единственное, не помню в этом видео или не, он полезную вещь сказал, что можно слаборослый персик использовать как зеленое рождение, зеленую изгородь, и в то же время будет он плодоносить. Так. Поняли, да? Здравствуйте, Валерий Константинович. Подтвердите, пожалуйста, получение фотографий. Подтверждаю. Так. Крупным планом. Дочь отправила на почту железов в сад СИБ собака Майл.ру. Ну, так получилось, что его дочь в России, и это облегчает общение, по крайней мере, мне удалось переслать свою книгу и его внучку. Персики цвели все отлично. Сортов больше 20 у меня. В связи с погодными условиями, кучавостью, цвет был сбросен. Отсюда начинается, кончилась идиллия, начинается трагедия. Напрягитесь, будем думать, как это могло случиться. Завязи, на которых частично были также сброшены, единственные завязи, ну, десятки, можно считать, остались. Это персик хасанский железово и раконевецкий. Вот все. Ни одного плода на сортовых персиках нету. Некоторые персики, даже пяти, семи, восьмилетние, на грани выживания, так как вся зеленая масса, листья, все покручено, все в грибку. Новые отростки, холод, то же самое до сих пор, отрастают нормальные, тут же их крутит. Потому что ночь холодная, сырость и все остальное. Так, ну мы еще пока не совсем, мы с вами друзья, у кого нет персиков или у кого они не болеют, мне болезни персиков не знакомы. Мы с вами в затруднении и обидно за моего друга. Давайте вникать. Да, возможно, мороз, да, наверное, это точно, мороз, он помощник. Наверное, я пропустил свой ответ на реакцию, на кручавость, на страшное. Вот видите, что творится? Это не ужас ли? Давайте послушаем мой ответ. На землях, а те, которые первый год только появились весной на свет, саженцы, они были чистенькие, без курчавости. А сейчас как? Я имею в виду хасанские. Завтра вебинар. Наверное, я выскажу на нем такую крабольную мысль. А если вообще бы не профилактическое происхождение мне занимали? Внимание, я вот это вот сначала. Напрягитесь, друзья. Вот я вообще неправильный сам по себе. Но вы же знаете, что такое лекарство. Одну таблетку выпил, легче стало. Вторую выпил, выздоровел. Третью выпил, что-то почувствовался хуже. Вот. Весь флакон или весь стандартик выпил, и в скорую вызывай. А ведь когда занимаешься профилактическим опрыскиванием, где границы? Внимание на экран. Наверное, я выскажу на нем такую крабольную мысль. А если бы вообще не профилактическим опрыскиванием не занимались? Вот. Помнишь, что вы рассказывали о нем? Про профилактику. Вот. Скоро вспоминали. Я забыл что. Вот. И вдруг бы обошлось бы. Почему? Все-таки яда, они поражают не только. Мне кажется, деревья от них и слабеют. Они отравляются. И тогда ослабленное дерево, туда уже нападает всякая пакость, включая грибы. Я не исключаю это, именно потому, что у меня абсолютно чистый сад без капли едокимикатов. Но я могу ошибаться. У меня есть страшный, мощный союзник. Генерал Мороз. Вот. Перед ним на колени становятся всевозможные инфекционные болезни. И листогрызущие насекомые тоже. В основном уничтожаются генералом Морозом. Может, поэтому я это самое. И живу без страха перед этими, перед болезнями. Да, возможно, Мороз. Да, наверное, это точно. Мороз, он помощник хороших, да, в борьбе и с бактериальными, и с грибковыми заболеваниями. Значит, и по персикам, которые выращены из косточки, то есть вот сейчас из пророщенных семян вырастают побеги, они все четкие, они никаким грибком, никакими бактериалками не поражены. В данный момент они четкие. Да. Я сфоткаю еще раз, подросли буквально, капли прокапываю, подрастают. Все супер. То есть это из косточки, я думаю, четкие, иммунная вся система, там не поражена, нету зависимости, ничего. Все изначально отлично растет. В дальнейшем, да, я, наверное, согласен, в дальнейшем иммунная система ослабевает с применением именно химикатов. И какая-то зависимость, наверняка, уже этот саженец зависит как наркоман от очередной дозы. Только давай, давай, давай. А нормальных фунгицидов, я так думаю, тем более настоящих, возможно, даже в свободной продаже мелкой фасовки нету. Это только фермерам, из первых рук, канистрами и все прочее. И то есть сомнения. И, возможно, их надо менять, менять состав одной фирмы, другой фирмы, чтобы не было привыкания. А грибы вообще, говорят, профессора, мутант. Он мутирует. От одной химии, да, его можно спасти, к примеру. Вот второй нет. Ну, сами вы понимаете. Надо менять состав фунгицида. Ничего новенького пока на рынок не предлагают. Так, разговор у нас получился грустный. Так, дело в том, что у меня, вот если вы кучерявость наберете, выйдете, десятки тысяч фотографий, вот такие же точно, да. У него получилось так, я сейчас, надо заканчивать разговор, получилось, что именно у Валерия Александровича небольшой урожай, потому что зацепило взрослые деревья, в том числе и хасанские, по-моему, привитые. Вот. И, ну, единственное, что на хасанских хотя бы урожай какой-то был, а на других вообще урожая не было, а некоторые на грани гибели. Вот. И у меня такой, у меня такой очень, это, я считаю, крамольный разговор, необыкновенный разговор, потому что, сколько я знаю, другие, это же считается грибковое заболевание, курчавость, другие виды грибов. Я с курчавостью первый раз сталкиваюсь, еще пока шашкой не махаю. Я махаю шашкой, где прыскай-непрыскай по черному раку ничего не вылечишь. Дерево погибает по естественным причинам. Вот. Я не раз приводил пример, мой любимый пример. Пришли, допустим, какой-нибудь человек со смертной какой-нибудь области науки в реанимацию, увидят тяжелый запах, лежат неподвижные больные. Вот. Покрытый, ясно, что грибами это обязательно, отсюда запах-то от грибов. Вот. Получается, лежат, и вот он дает команду, может быть, действительно, такой, наверное, не было, но утрирую, утрирую, утрирую. Дает команду, это, большую-большую бочку дезодоранта и опрыскивать больных, чтобы перебить этот страшный запах. Вот. Дезодорант, это тоже уже на основе, это, спирта, значит, может быть, протирать дезодорантом заставить, но человек, который умирает по естественным причинам, он все равно умрет, даже если запах будет меньше. Так и тут. Ведь что получается? Смотрю я везде и всюду. Прыскать, 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 вот. На вебинаре покажу там обязательно. Вот умирающий, уже все, уже мертвый персик человек пожался, и мы опять берите и прыскайте. На вебинаре покажу. Буквально послезавтра, сегодня суббота. Сегодня 26-е, а вебинар будет, нет, сегодня 27-е. Слушайте, а сегодня что у нас? Суббота. Ага, тогда вебинар 29-го, послезавтра, мая. И вот получается, а если миллионы опрыскиваний, а пользы нет? А если миллиард, пользы нет? А если я железов единственный, первый на планете догадался, что хоть прыска, не прыска, пользы нет, а почва отравлена, все отравлено? И вот мы переходим теперь к новой для меня болезни, кучерялость. А если все-таки она не влияет? А если наступает такой момент, когда не только не влияет на развитие болезни, а вызывает эту болезнь, потому что опрыскали дерево, оно отравилось, опрыскали почву, погибли черви, погибло все плодородие. А не в этом ли причина? И теперь вы слышали голос моего друга, и он тоже это не исключает. Мы с ним, конечно, я ему задал такой вопрос, Валерий Александрович, вот почему надо было бы, не вопрос, а как бы рассуждаем слух, надо бы оставить контрольные экземпляры, а не прыскать. А если вот сейчас, наверное, если бы не было разговора, сейчас подрастают мои вот эти, вот эти самые, вот эти вот самые, эти самые, да, вот они подрастают, а на них нет кучерялости, ну, может, еще нет по молодости, а может, потому что их не успели отравить. А? Догоняйте, друзья. Давайте на этом закончим этот фильм, Валерий Александрович, спасибо. Благодаря вам, поддержка огромная, я считаю, всему садоводству наших стран, скажем так. Вот что нас объединяет. Я не о политике. Садоводы всех стран, соединяйтесь. Помните, пролетарии всех стран, соединяйтесь, это политика, а садоводы всех стран, соединяйтесь, это дружба. Вот, благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова